Здесь он отвернул широкую депутатику физическую практику. Не буду говорить о том, что он не собирался. В Казахе начальник обслуживался. Было, видел, но и хорошо поработал. Еще до приезда Пектерова в Казахе были собственные видели школы анатомов, физиологов, гистологов, фармакологов, адаптаратов, гигиенизма, терапевтов и так далее. И Пектер в Казахе органично вписался в научный коллектив университета, активно участвовал в общем исследованиях и увлекал своими виновательскими деятелями представителей различных видов. Очень скоро на спортивную молодость стал Центром Мира и Абитации Егей в области нейроморфологии, активно участвовал. Удивительная рабоспособность, умение видеть общие промежности в конкретных формах. А Ринатарий Ильичинс, учитель спортивного группы Ветера, «Халатревая молодежь» и массивного джона. Уже в Казани в первые же годы появляются первые ученики, то есть появляется база для создания бельтеровской школы. Бельтеров также способствовал с работой в Казани, привлечению на газе грудневных болезней, где вот сейчас я продолжаю работать, после омороков и так далее, Папелянского. Он помог устроить на работу Лилей Иосифовичу Даршевичу. Это не менее известный ученый-невролог. В Казани Бельтеру были достигнуты большие успехи в разных областях медицинской деятельности. Он разработал роль двигательной коры головного мозга, психических функций человека, нейроминфологические исследования строения проводящих путей и так далее, и так далее. Опираясь на результаты своих исследований, уже сразу у него почти появляется первый оригинальный труд, проводящий пути головного мозга. И в последующем за этот труд он получил премию Бора. Эта книга была переведена на иностранные языки и создала ее автор в себе жизненности. Перевести русского автора на иностранные языки и использовать как настольные книги это практически никому не удавалось. В Казани Бельтером создана первая в России психофизиологическая лаборатория. По-моему, доктор Митрофанов об этом скажет. В области клинической психиатрии он предложил новую оригинальную классификацию душевных расстройств, описал ряд новых психических синтонов и так далее, и так далее. Он как невролог, как психиатром в основном работал в современной республиканской клинической психиатрической больнице. Вот сидит здесь руководитель этого учебедения, пожалуйста. А вот в неврологии для неврологической психиатрии он из пола призывал другие клиники. В частности, вот Казанский военный госпиталь. Это напротив Порстана сейчас там уже больных нет. Но говорят, это будет базой федерального нашего Казанского университета. И, значит, в этой клинике в военном госпиталь он написал всемирноизвестное и всем название болезни Бельтеров одеревенело с позвоночника со скреплением его как особой формы заболеваний. Одним из первых Бельтеров стал изучать мозг количественно сконструировав множество оригинальных приборов. Он создал модель проводящих людей и центров головного мозга. Открыл ряд нормальных онкологических реферсов. Смиславским открыл корковый центр. Он не описывал, он открывал, я дальше приведу очень кратко, какие открытия он сделал. А то у нас сейчас научные кадры говорят, у меня столько-то изобретений, распредложений. Так он, да, это не вращает внимание. Таких у него миллионов были, да. А он открыл очень много. Кроме проводящих путей в это время он написал нервные болезни в отдельных наблюдениях. Офи Монаграйский стали настольными клиентами. В области психофармакологии Мессер создал микс курсы с седативно-антиконвульсивным действием. Разработал и внедрил коллективный метод психотерапии, алкоголизма и психотерапевтическую методику предложения лечения пограничных состояний. Создал третье в России по-моему, общество неврологов и психиатров начало издавать журнал «Кезапевтические вести», который издаётся немножко потом сказать. Выдвинул идею объединения невроплогии и хирургии. И с его подачи впервые началась нейрохирургия в Казани, потом широко развернулись в Санкт-Петербурге. Проработав в Казани 8 лет, в 1993 году, в 1700, Вельтеров возглавляет кафедру своего учителя Мержеревского, военная медицинской академии. Приехав в Казань молодым геологичным доктором, Вельтеров уезжает из Казани всемирно известным учёным-обилизатором. Это завозник. В военной медицинской академии он проработал более 20 лет, до 13-го года, когда дальше его не утвердили. И была развита научная и клиническая деятельность в новой психиатрической больнице. Создал, выстроил образцовую клинику нервных болезней с психиатрическим блоком. В последующем он много чего написал, а вот здесь основные перечисленные труды. Проводящие участие нового мозга переизданства, что он в показаниях написал. Основы учения о функциях мозга, объективной психологии, неврологические и психиатрические наблюдения, внушение в роли в ущественной жизни, психика и жизнь, гипноз, внушение, психотерапия и лечения, общая диагностика болезней и академии. Мало того, что он в Казани продолжал редактировать журнал «Неврология 4», он новое журнало запустил. Это обозрение психиатрии, неврологии, сегментарии, психологии, вести психологии, криминалии, антропологии и педологии. На торжествах, посвященных сорокалетию профессорской деятельности Владимира Михайловича Петрова, «Многочисленные коллеги и выступавшие говорили, что к этому мнению он имеет около пяти тысяч учеников». Это трудно себе представить. Поэтому я говорю, не будем судить о полной достоверности и объективности этих сведений. Тем не менее, следует отметить, что из тысячи его учеников и последователей многие стали нейрофизиологами, нейропатологами, психиатрами, педагогами, педагогами, академиками научными деятелями, организаторами научных школ и институтов и так далее. Сформировалась уже к этому времени Бехтеровская школа по-настоящему. Там были представители казанской науки, это в основном. Петербургская, Московская, Петербургская, Искобаровская и так далее. Вот они здесь все представлены, а в основном новых мечтых людей. Бехтеров не ограничивал свою деятельность в рамках военной медицинской академии. У него был громадный социально направленный потенциал, который постоянно искал выражение. Это проявилось в создании кафедры неврологии в Женском медицинском институте, вне государственного психоневрологического института, в экстрементально-клиническом институте по изучению алкоголизма. Публичные выступления у ученого становились общественным событием. За это время будут пример приводить. После октябрьской революции его призвали снова как бы на службу официальную. Он стал директором института по изучению мозга и психической деятельности. Он выпускает уже новый книг «Общество рефлексологии». Создается психоневрологическое академия, и Пехтеров становится его президентом. Отмечается в 25-м году его 40-летие, и в 27-м году ему присваивали звание заслуженного деятельности науки. Физически и духовно он был крепок, несмотря на 79-й возраст. Ничто не предвещало скорого конца. Когда он отправился из Ленинграда в Москву на всесоюзный съезд с невропатомным психиатром, там сделал дократ, проконсультировал Иосифа Виссарионовича Сталина, и вечером того же дня он скончался от отравления консервами. О Бехтере, Владимир Михайлович, можно говорить много и долго. Являясь родоначальником целостного подхода к изучению мозга, синтезируя клинику морфологическое и клинико-физиологическое направление, Бехтера в конце 19-го века выступил как один из ведущих исследователей мозга. Он явился в протеченной аэронауке. Не осталось уголка неврологии, куда бы она ни заглялась. Им опубликовано более 700 научных уголков и руководств для врачей. Все аспекты направления программной деятельности китана, нейтрологической науки Бехтера вам очень сложно под каком-то красном собрании перечислить. Тем не менее, вы можете напомнить об основных открытиях Бехтера, признанные пнижи и вошедшие в различные угрозы, как открытия. Вот в нейрофизиологии я только строчки укажу. Пять открытий было сделано. В нейрофизиологии четыре открытия. В нейрофизиологии около восьми открытий. Имени Бехтера названы, как вы знаете, физиологические и патологические эффекты, симптомы, болезни, синдромы. В психиатрии три открытия. В психологии создана теория, объективная психология или рефлексология. Перечисленный дает возможность убедиться в масштабах творческого размаха ученого разновеликого столь сложных областях, объединенных Бады, Бады, именованием, наверное, на улице. Об интеллектуальных возможностях Владимира Харловича Бехтера вы хотите или нет? Я приведу лишь один пример. Был такой немецкий профессор, морфолог. Он, германский профессор, в одном из своих публичных выступлений сказал следующее. В нашей вселенной строение мозга знаем двое. Это Всевышний только Бог и Володь. О ком и когда такие вещи были? И о ком никогда и не будет. Вот какой был наш Бехтеров. Вот на какой земле вы живете. У вас шишки взять не так. И так далее и так далее. Но Бехтеров был посол. В заключение позвольте напомнить мероприятие о Белковичке и памяти, о чем я открыт. В год 125-летие со дня рождения у Русс прах ученого предали земли на полком кладке счета Петербурга. Рядом с могилой оппонента Иван Петрович Валов. Установили народный банк. В этом случае была выпущена почтовая марка. В Академии на Украине была создана и премия Бехтерова. В Санкт-Петербурге появилась улица Бехтерова. На ней поставили прекрасный фотосюз Бехтерова. В Москве также одна из улиц была названа именем Бехтерова. Имеется улица Бехтерова. Играна в частности в Уфе. В Кишинево-Дожницинске колледж был назван именем Бехтерова. Раньше бабки нельзя. Я думаю, забыли. Все, я закончил. В 2005 году Бехтерову сооружен памятный бюстер на улице Волково-Казани. Я своими мышцами и главой участвовал в организации Даня Бехтерова. Открыта мемориальная доска на здании клиники, где работал ученый. В Ахитовском районе Казани Бехтерова у Века Вечина одна из улиц. И вот Казанская городская психоневрологическая больница в этом году стала носительной Бехтеровой. Основанный в 1893 году вот этот журнал «Музеологические песни» издавался до 18 года. Потом многие журналы прекратили свое существование после преволюции. И мы в 1993 году этот журнал возродили. Вот он как стал выглядеть. Первый журнал слева обложек нашего журнала. И ему присвоили имя его основания создания Бехтерова. И в это же время мы нашему научнику медицинскому врачу-науществу присвоили имя Бехтерова в Востоке создания. Всколыхнула общественность 150-летний юбилей Бехтерова, в связи с чем проводились многочисленные конференции, памятные мечтения в странах последствий от Санкт-Петербурга Казани. Жители Еланова приурочили отдать открытие музея уездной медицины имени Бехтерова. Вот товарищ начальник с левой сети, генеральный директор. Пусть и генеральный директор. С этого года Казанская республиканская психиатрическая больница, где в основном проводил свои занятия по психиатрии уважаемого Владимира Бехтерова, с этого года стал носить имя Бехтерова. С 7-го года. С 7-го года. Гений опережает время. Бехтеров оплетел время на целый день. В настоящее время издаются журналы во многих странах, по наукам. Существует Европейский клуб мозга научного общества НРНО. В Ростове-на-Дону было организовано Российское и Германское общество НРНО. Международный центр НРНО. Творчество и наследие великого Бехтерова будоражит научную мысль, напоминает о трудных, еще нерешенных проблемах психиатрии и неврологии. Призывает-развивание психоневрологии после врачей. Позвольте воспользоваться словами из стихотворения основателя русской поэзии, учителя Александра Сергеевича Пушкина, замечательного нашего земляка Гавриилы Романовича Держаева. Он, между прочим, из сказаний потомок известного татарского рода Муржи, Багрима. Багрима. И вот его слова. «Река времен в своем течении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народа, царства и царей». А вот тогда с нашим Бехтеровым Владимиром Михайловичем этого не произошло. Его помнят, мы помним, его любят и мы любим. Его чтят потом уже третье столетие, а мы с вами чтим его и будем чтить. Таким образом Владимир Михайлович Бехтер мог бы воочию убедиться, что его социальное бессмертие, о котором он так много и страстно говорил и писал, обеспечено благодарной памятью соотечественников. Спасибо за внимание.